Жители нескольких домов по проспекту Нуркина-Абдирова возмущены происходящим под их окнами. Во дворе расположился гостиничный комплект, который с недавних пор предприниматели решили расширить. Началось дополнительное строительство, и теперь дневной свет, по словам жильцов, перестал попадать в окна первых этажей. Ситуация разбиралась Ирина Вабичевич. Такого безобразия раньше не было. А сейчас это вот застраивают, застраивают, уже все окна загораживают, все это загораживает, света мало в квартире становится, и все это меня не устраивает. Надежда Шевелева живет в доме по улице Нуркина-Абдирова 6 уже около 30 лет. Но такого, по ее словам, не было никогда. Прямо перед домом с недавних пор разворачивается строительство. Все окна в квартире выходят на одну сторону, но теперь вид из окна – сплошные стены. А это Лидия Буксман, пенсионерка из соседнего дома по адресу Бухар-Жирау, 58. В доме она живет около 40 лет, но вот свет днем включать приходится только в последнее время. Прямо в ее окна смотрят окна новостройки, а это не что иное, как гостиница. А недавно гостиничный комплекс начал расширяться, пристраиваются новые корпуса. Смириться с этим жители не могут. Мешают оттемить, и прямо окна вечером включу, и боюсь вот так. Вот в том крыле, там пятиэтажка, там женщины, там прямо они голые всякие ходят. И тут прямо вот вы видите, как тут мне вот смотреть в окно, даже боишься. С начала лета, когда стал только появляться фундамент, куда только не обращались возмущенные жильцы. Они писали в Акимат, в Нуратан, в прокуратуру, но строительство продолжалось. Я инженер-конструктор по образованию. И знаю, что по СНИПу между домами положено 20 метров. Расстояние между домами 20 метров. В настоящее время, вот после того, как они построили, 11 метров. Сразу в домах стало темно, как они построили. Уже до того было уже темно. Но после этой постройки вообще приходится днем включать свет. У нас была спортплощадка. Дети играли в футбол, зимой каждый год заливали каток, играли в хоккей. После того, как построили эту гостиницу, конечно, дети лишились с этой площадки. Мы обращались к администрации. Они сказали, что все на законном основании. Но по санитарным нормам и правилам, как ранее было уже сказано, все эти нормы не соблюдены. В случае даже каких-то пожаров и так далее, машина не пройдет. Между тем, хозяева гостиничного комплекса уверены, что никаких норм и законодательства они не нарушали. Отдел архитектуры и земельных отношений предусмотрели все нормы. А то, что в квартирах стало темно, так это из-за деревьев. По жалобе, которая была инициативирована, по-моему, 1 октября, где-то здесь, тоже выезжали. Жители жаловали, что у них темно в квартирах. Были представители власти, я тоже в числе, как представитель Гусевой. И я им сразу показала, что при строительстве дополнительного объекта 6 метров никак не могут затенять здание пятиэтажное. Далее, что у вас растут большие деревья. И деревья как раз создают вам то обстоятельство, что у вас темно. Представитель хозяина заведения говорит, что жители необоснованно пишут жалобы и возмущаются. И дело все в пресловутом человеческом факторе. Да, чисто человеческий фактор зависти. Потому что вышли бабушки, сказали, мы ничего не имели, а почему вот у нее так? Ну, у нас же времена меняются. Тем не менее, жители так не считают. Они уже не раз инициировали комиссии. Правда, результата они не принесли. И даже так называемый расчет инсоляции, а по-иному расчет попадания солнечного света в окна домов, которые соответствуют нормам, их не устраивает. Да что люди, да здесь раз в раз, раз в раз. Одни голых мужиков и женщин. Сейчас солнце нам не радует. Весовестно такое радоваться. К чему радоваться? Вот этому, вот этому. У гостей вот это радоваться. У нас здесь была детская площадка футбольная. Дети играли в футбол. А сейчас какой? Гостиница. Гостиница. Вы ходите на улицу, на балкон, пишите, допустим, приятно. Вы должны туда усмотреть. Мы запрещаем каждый день. Это каждый день смотреть на эту площадку. Ирина Вобещевки, Арман Бектубаев, Владимир Ванюк, 5 канал.